Доброго времени суток, дамы и господа. Меня зовут Хальди, и это This is the Police, 18-й день. Главный врач больницы Сент-Джона обвинен в клевете. Бывший член мафии рассказал о коррупции в мэрии. Вот это поворот. Мэр отказался от услуг пресс-секретаря. Ну, если мэр настолько уверен в своих параторских и умственных качествах. Шевченко, ты еще ни дня не проработала, у тебя уже один прогул. Ты смеешься? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Джинджер Грина. Спасайте настроение, шефа полиции. Ох уж эти славяне. Да-да-да, ты много женщин видел на бирже труда, мэр. Изнасилование пекарня Джим Баттон. Два бомжа пробрались ночью в магазин выпечки, съели все запасы и уснули внутри. Утром хозяин заведения Грегори Мартинос вместе с кассиром Анной Лука зашли внутрь и стали осматривать повреждения. Бездомные, вооруженные ножами, не обрадовались гостям и напали на них. Хозяин лавки успел сбежать, а вот девушка осталась внутри с бомжами, которые тут же начали срывать с нее одежду. Так, нам нужны ребята покрепче и... Так, давайте вот так Цубаки и Остин. Остин, ну ты хоть под руководством других набирайся уму-разуму. Но бомжи ни в чем себе не отказывают. Поели. Мы решили пообщаться с женщиной. Так, и все в одном помещении. Сэнды нуждаются в помощи. После инцидента с лошадьми мы тайно перевезли гостя мистера Сэнда в отель и выставили охрану снаружи. Но внезапно из номера послышались крики. Кажется, в ванной течет вода. Мы уже ломаем двери, но присутствие полиции не помешало бы. Косана, разберись. Вот, Крика Диксона бы вместо Остин поставить. Так, все живы-здоровы. Бомжи не покушались на вашу непорочность, я надеюсь. Ну, вряд ли, конечно, можно увольнять за провал академии. Ну, ладно, пусть уже Остин останется. Она хотя бы иногда спасает кого-то. Так, драко, кафе Блиц. Дальнобойщики поспорили из-за места на парковке возле закусочной и сцепились друг с другом. Повар попытался разнять их, но попал по другу и теперь лежит на земле без движения. Так, Пауэрс, Берди и Коти. Ну что, я без людей. О, так, хорошо. Так, ну, просто ради интереса. Остин. Ну да, тут нету такого параметра, что он завалил обучение. Все-таки как дополнительное идет. Так. Не оставляй меня тут. О, насчет Шевченко. Надо было где-то разбираться. Там же... Так, секунду, Шевченко. Шевченко. А, вот Шевченко. Уволите. А, слишком стар, он еще и не пришел на работу. Слушай, Шевченко. Без обид, но до свидания. Тут есть человек помоложе. Извините мне мой цинизм. И, возможно, менее ленивый. Так, а, в смену Б. Извини, Шевченко, но тут конкуренция в полиции. Нельзя просто так брать и не приходить на работу. Тем более, ты знаешь, что по возрасту ты уже на опасной черте. Так, Эмми Марман, Пончиковая Донателла. Джек, вся моя смена дружно заболела, а я не смогла пока найти подмену. Прошу, выдели мне пару своих ребят, они будут жарить пончики. Это несложно, я им все покажу и буду на кассе. Мое заведение едва сводит концы с концами, так что я не могу позволить себе даже один день простоя. Ну, только при условии, что ты их покормишь потом. Вот так себе поручение, но у меня вроде людей пока хватает. А вот денег не очень. А, мистер Бой, стоять у плиты адский труд, а увернуться от брызг кипящего масла не легче, чем уклониться от пули. Хорошо, что миссис Марман пообещала кормить нас пончиками на шару до конца года. Ну, видите, как здорово. Вы только поаккуратнее с пончиками, вы пока стройные. Не надо терять форму. Так, сэнды нуждаются в помощи. Ребята, помогающие нам с поставками оружия, говорят, что к ним в дом во время игры в покер ворвались панки. Наши парни могут за себя постоять, но ситуация окажется патовая. Они там направили друг на друга оружие и ждут, кто первый сломается. Пара полицейских смогли бы переменить ситуацию в нашу пользу. Так, Нортландер и Янси. Вы выглядите внушительно, так что идите и внушайте. Так, 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 так. Кинотеатр The Last Picture Show. Публичное совершение непристойного действия. Во время сеанса боевика законопослушной Макс-3 работник кинотеатра застал одного из зрителей без штанов. Вел он себя крайне неадекватно, а на замечания сотрудника отреагировал угрозами перерезать глотки всему залу. Так, я не хочу проверять, насколько он действительно это может сделать, поэтому давайте такой хороший состав туда пошлем. Так, в зале кинотеатра немноголюдный фильм в самом разгаре. Аккуратно подойти к мужчине, бросить в нарушителя чем-то тяжелым, включить свет и наставить на нарушителя оружия. Ну, чувак, по-моему, искренне наслаждается жизнью и моментом. Давайте не будем пугать остальных. Все живы? Замечательно. Может быть, какой-то знакомый того начальника, который просил голову единорога? Так, вандализм, пригород. Мужчина, оказавшийся раскрывать свое имя, сообщил, что группа подростков в очередной раз написала на его гараже оскорбительную двухметровую рифму к его имени. Это чтобы не догадались, какую именно. Мужчина рассежен и грозится в следующий раз применить оружие. Так, ну с подростками, я думаю... Хотя нет, подожди. Сости нам опасно посылать среднего офицера. Нужен кто-то серьезный для подстраховки. Так, три новых кадра. А теперь тут против студента. Ну, знаете, я не знаю. У меня вот эти осколки стекла, которые лежат снаружи, они как-то, по-моему, очень явно говорят против охранника. Давайте еще раз попробуем. Так, он идет. Берет кирпич. И сначала разбивает стекло, потом берет кирпич. Блин, жалко, что нельзя эту надпись убрать. Он разбивает стекло, потом он берет кирпич, его как-то кидает, вырезает. Интересно, а почему все-таки он сначала его разбил фонариком? Почему сразу не кинуть было кирпич? Ладно, не важно. Так, склады на имя Рафаэль Кампес арендовано место в хранилище. Здесь он может хранить украденное полотно. Жилой квартал. Рафаэль Кампес живет один в маленькой квартирке. Так, давайте накроем банковскую ячейку, потому что дома он вряд ли бы хранил картину. А тут весь смысл, я думаю, в основном не в том, чтобы его задержать, а в том, чтобы вернуть это гениальное полотно. Так, вандализм. Замечательно. Так, он с вандалами Остин еще может справиться, это радует. Банку черта на куличиках. Йес! А это, случайно, не будет ниточкой какой-нибудь банди? Я хочу... Я хочу распустить еще одну банду. Так, СНД-12, Варги-4. Хорошо поработали. Так. Мэр попросил прокуратуру проверить высказывания Робеспьера на экстремизм. Робеспьер, я весьма богат, но глубоко несчастен. Да, из этой фразы экстремизм прямо прет. Обучение в университете Фрибурга станет дешевле. Хотя там, наверное, идет речь про что-то другое. Я думаю, он дает много интервью. Так. Кстати, около портрета Симс уже нет у бутылки. Может быть, она соскочила как-то со своей зависимости. Хотя женский алкоголизм, это неприятно. Ммм, зарплатка. Японский бизнесмен, имя которого мы вынуждены хранить в тайне, скоро прибудет во Фрибург. Город надеется подписать с ним очень крупный контракт. Как гость, он посетит многие городские учреждения, в том числе полицейский участок. Его визит назначен на август 5-го. На 5-е августа. Убедитесь, что в этот день его встретят как минимум трое копов азиатов. Так, 5-е августа. А сегодня какое августа я забыла? А, второе. Так. Вы будете... Так, смена будет другая 5-го августа. Угу. Так, а тут у меня и нет азиатов. К слову говоря, если это японский, именно бизнесмен, то ему, например, а китайцы или корейцы будут даром не нужны. Условно говоря, потому что, насколько я знаю, у Японии с Китаем отношения примерно такие же, как у России, с Эстонией, с Польшей. То есть, более чем прохладные. Да ладно. Угроза взрыва. Собор Сен-Джона. В участок пришел лесоруб Фрэнк Гришем и заявил, что заложил бомбу в соборе. Он обещает взорвать здание со всеми посетителями, если полиция не арестует священника, убедившего его, уже покойную жену, отказаться от лечения в больнице и обратиться за помощью к Богу. Честно говоря, я лесоруба этого понимаю. Я бы с большим удовольствием лесоруба бы отправила куда-то, ну, психотерапевту, а священника бы точно изолировала и запретила заниматься вот такой любой публичной деятельностью. Нет, терпеть не могу вот таких религиозных деятелей, из-за которых потом люди отказываются от переливания крови и всего остального. В соборе полно посетителей. Бросить все силы на поиск бомбы, найти настоятеля и начать эвакуацию, объявить, что в здании бомбы и приказать всем немедленно выметаться. Так, ну последнее это прямой путь к хаосу, поэтому сначала эвакуация. Так, под скамейкой в алтаре нашли самодельное взрывное устройство. Отсоединить батарейку, убедиться, что все покинули собор, перерезать все провода. А у нас нету сапера какого-нибудь? Давайте сначала о людях подумаем. А, а бомба разрядилась сама собой. Замечательно. Хорошо, все, что хорошо, кончается. А то они бы попробовали что-нибудь перерезать. И собор бы бахнул. Интересно, он бы на этой карте тогда бы исчез? Если бы там было достаточно мощное взрывное устройство. Публичное совершение непристойного действия. Пьяный подросток, подбадриваемый группой товарищей, полностью разделся прямо у кассы и попытался купить пачку презервативов. Кажется, это был некий обряд посвящения. Так, а это не сын, случайно, того человека, который в кинотеатре сидел голым? Так, Уильямс, разгони этих придурков. Монах. Шеф, тут какой-то мужик в лохмоте хочет пройти в полицейский участок. Говорит, что он тибетский монах, который хочет поговорить с копами о природе насилия. Пустить его? Нет. Ну, во-первых, он не похож на тибетского монаха, они же все-таки азиаты в основном. Во-вторых, у нас тут и так дурдом. Только проповедей нам и не хватает. Мы и так не особо часто применяем насилие. Так что нам такие лекции и не нужны. Так, с Эндой. Из соображений безопасности мы решили сменить всю прислугу на ранчо. Мы наняли 8 новых горничных из соседнего города. Но автобус, на котором мы перевозили их, перехватили панки-варги. Нужно показать им, что даже с нашими горничными нельзя шутить. А вот были бы это горничные и занямы, они бы сами им показали, что с ними нельзя шутить. Ах, Сэнд-Сэнд. Все в порядке? Надо проверить этого подростка и его связи с мужчиной из кинотеатра. Я уверена, что тут какое-то крупное дело. Может быть, даже секта. Так, Сэнды. Хоккейная команда, принадлежащая мистеру Сэнду, тренируется перед важным матчем. Ледовая арена закрыта в часе тренировок. Но директор стадиона сообщил, что какие-то люди в странной одежде ворвались в здание и прорываются к трибунам. Так, Робинс. Интересно, почему на такое задание, где толпа противников, нам предлагают посылать только одного человека? В принципе, там, наверное, хоккейная команда может присоединиться с клюшками. Так, нападение пригород. Немного безумный женский голос проорал в трубку. Божечки, эта тварь сейчас убьет мою веточку. Присылайте всех ваших людей. И звонок оборвался. Ну, попахивает фейком, но проверьте. Я не знаю, там какой-нибудь ребенок полез к кошке, а кошка на ребенка стала шипеть или царапать. Какое-то мутное дело, но у граждан должно быть ощущение, что полиция всегда о них заботится. Кошка, пожилой женщина, подралась с соседской собакой. Пес убежал домой, когда на помощь кошке из дома выскочили еще четыре кота. А собаке кто будет помогать? Сейчас мне позвонят из другого дома. Ну да, лучше, если есть возможность. Я думаю, все-таки ездить даже на такие фейковые вызовы, чтобы себе хорошую репутацию завоевывать. Так, покушение на убийство мост. Девушка только что проезжала по мосту на своем кабриолете и увидела, как двое громил взяли за ноги тощего парня и свесили его с перил моста. Парень громко кричит. Так, а вот это явно попахивает чем-то серьезным. Вандал. Вандал, ты на подхвате. Эй, там быстро. Все живы-здоровы? Я люблю такие задания. Так, сэндой четырнадцать, варги шесть. Ну, варги... Варги тоже так притопили неплохо. Но пока что отрыв даже больше, чем двое. Нормально. День двадцать. Так, послезавтра надо поставить азиатов. Новый федеральный закон позволит преступникам легче отмывать деньги. Строительство новой школы вновь отложено. Во Фрибурге пройдет выставка детских рисунков. Так, а у моих двоих сотрудников как раз эти дочки-художницы. Может быть, они даже будут там участвовать. Надо будет почитать в газетах. Так, сегодня все работают, да? И у нас сегодня дебютирует Никсон. Посмотрим на него. Оу. Ненужные подробности. Книжние подробности два. А что там на заднем фоне происходит? Наша девчонка куда-то переезжает. Наша девчонка куда-то переезжает. Она хотела поделиться с нами своей пенсией. В любом случае, ее забота это очень мило, я считаю. Ну, или бы она предложила нам с сыновьями переехать в ее дом, а наш дом сдавать. Убийство стук... Что? Изуродованное тело Райан Андервуд обнаружено в канализации. Похоже, убийство совершили несколько человек, и они были особенно жестокие. изобретательны. Почему? Он даже... Он даже ни разу не стуканул ни на кого. Это совпадение, или кто-то об этом знал? Блин, Андервуд. Смена. Хм... Ну, честно говоря, если несколько человек в подворотне, это напоминает почерк вот каких-то банков. Так, и я нового пока не могу нанять. Ох, азиатка! Так, секунду, а что у нас по азиатам в этой смене? А у нас в этой смене как раз они будут пятого, а у нас три азиатки. Так, Саша Стронг. Молодец. Ну, блин, Андервуд, за что? Серьезно, за что? Хотя бы какой-то намек был. Я надеюсь, что нам потом дадут возможность, я не знаю, как-то расследовать его убийство. Подозрительно. Так, нарушение общественного порядка. Игровая площадка. Молодая мама сообщила, что на детскую площадку прибежал пожилой мужчина в лохмотьях. Забрался на горку и начал орать. Вселенная состоит из страдания и ненависти. Она прикончит каждого из вас. Мама возмущена. Приезжайте немедленно, он пугает наших детей. Так. Прада и Диксон. Так, ну это еще и придется кого-то нового на эту должность приглашать. На должность тукача. Давайте с Нортландером попробуем. У меня вроде к нему никаких нареканий не было. Конфликтов тоже. Ну... Если бы хотя бы... Если бы Андервуд хотя бы, я не знаю, донес на кого-нибудь, у меня бы были какие-то варианты насчет того, что это там чья-то месть или еще что-то. А он же для остальных, наверное, просто был обычным копом. И именно он попал под раздачу. Причем под особо жестокую. Ну или может быть это в принципе что-то с его личной жизнью связано. Так. Угроза взрыва гетто. Поступило анонимное сообщение. В подвале заброшенного дома какие-то больные ублюдки делают пластиковую взрывчатку и раздают ее детям вместе с игрушками. Так. Прикрываем эту лавочку. Всех переловите. И спецназ. Я как раз, если что, могу его потом еще куда-нибудь послать. Он у меня теперь работает сверху ручно. Так, ну возьмите Прада, Диксона и Осана. Я думаю, вам так хватит. Мне нужно хотя бы два офицера для подстраховки других дел. Ну хуже это гетто. Какой-нибудь нужно, я не знаю, мини-полицейский участок открыть. Где-нибудь поблизости, чтобы не так далеко ехать. Так, нападение дорога. Две фуры столкнулись на загородной трассе возле леса. Полицию вызвал мотоциклист, который проезжал мимо. Он сообщил, что одна из фур перевернулась на бок и загорелась. Но водитель успел выскочить. Он схватил какую-то палку с обочины, поджег ее. И теперь угрожает другому водителю, который заперся в кабине своей фуры. Так, ну постарайтесь справиться. Там, в принципе, дорога довольно пустынная. Взрыва все равно не хочется. Так, добыча взрывчатка. Так, ну это явно в полицейский участок. Я готова, наверное, из всего, что я видела, продавать только не автоматическое оружие. Все остальное как-то слишком взрывоопасно для ситуации в городе. Так, Сэнды. Жена одного молодого банкира, недавно помогавшего нам провести крупную сделку, в слезах позвонила нашим ребятам и сказала, что ее мужа заволокли в гараж какие-то странные люди. Кажется, они связали его и собираются поджечь. Точно дело рук в аргию. Так, ну придется потерпеть немного. Так, водитель размахивает горящей палкой, словно факелом, и бьет в лобовое стекло фуры, где спрятался другой водитель. Какие-то пироманьяки сегодня. Так, потушить палку из огнетушителя, достать дубинку и предложить водителю пофехтовать. Около фуры с бензином? Серьезно? Наброситься на водителя. Просто потушить ее. Угу, молодцы. Так. А, Остина. Расбирайся. И тоже захвати с собой огнетушитель. На всякий случай. Так, вооруженное ограбление. Ломбард. В ломбард ворвался мужчина с автоматом и потребовал сложить все деньги и ценности в мешок. Да что ж ты будешь делать? Все едут. Я с мужчиной с автоматом шутить не буду. И спецназу. Главное азиаты. Да, живите, пожалуйста, до 5 августа. Ну, очень надо. Просто очень-очень. И потом тоже живите. Вы у меня опытная. Так, Сэнды. Помощники мистера Сэнды должны через пару часов встретиться с несколькими нашими важными партнерами. Чтобы решить, как вместе дать отпор в арке. Встреча должна пройти у леса за чертой города. Но наши разведчики донесли, что там уже собралась группа панков. Наверняка они не ждут, что в такой глуши могут встретить полицию. Так, Цубаки, Диксон. Вперед. Скажите мне, что все живы. И гражданские живы. Ура. Так, добыча драгоценностей. Продаем. Хотя, с другой стороны, это же люди закладывали другие. Так. Ладно. Пусть эти люди будут благодарны, что я кокаин не продаю. И автоматы. Ну и, по крайней мере, я не слышала, чтобы были массовые серийные убийства с применением ожерелья или кольца. Ну, а вещи в ходе следствия теряются. Иногда бывает так. Увы. Ровно в два раза. Тем не менее. Нужно оформить бумаги по погибшему сотруднику. Слушайте, давайте просто поэкспериментируем и посмотрим, что будет, если задержать бумаги. Мне это не очень нравится, но... Мне это не очень нравится, но... В конце концов, я обираю не его семью, а мэра. А мэра можно и пообирать. Так, ну и на этом давайте серию заканчивать. У нас еще одна жертва. Причем на этот раз без какого-то моего участия это все произошло. Что немного грустно и неприятно. Но я надеюсь, что нам все-таки дадут возможность как-то это убийство расследовать. Пока что спасибо, что вы были со мной. И до встречи. Продолжение следует...